Минсельхоз России предлагает обнулить импортные пошлины на замороженную свинину и говядину. Квота на каждый вид мяса определена в размере по 200 тысяч тонн. Федеральным ведомствам надеются, что это поможет стабилизировать цены, которые в этом году заметно выросли. Уже, наверное, все жители России заметили, что в нынешнем году мясо очень прилично подорожало. Причем к тому, что говядина и без того превратилась в элитный деликатес, многие давно привыкли. Однако рост цен на свинину сразу аж на 20% стал неприятным сюрпризом. В особенности для тверичан, ведь в регионе находится целый ряд очень крупных производств. Однако некоторые из них переживают не самые лучшие времена. Наложились условия, связанные с африканской чумой. У нас с вами известно, предприятие наиболее пострадавшее находится в Беженске, это вполне понятно. Это флагман фактически для нашего региона. И, кстати, жаркое лето тоже влияет на производство. Таким образом, на рынке возник товарный дефицит, что и провоцирует рост цен. В итоге Минсельхоз предложил обнулить импортные пошлины. Сейчас за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15% за говядину и 25% за свинину. Определенная квота, которую можно будет ввозить, не уплачивая акцизы. По 200 тысяч тонн за каждый вид мяса. Именно в такие объемы, например, оценивается сокращение из африканской чумы количества хрюшек, которые могли бы поставить на рынок. Все это должно стабилизировать цены в магазинах, но не более. Надо понимать, что импортная продукция тоже зависит от многих факторов и не только нашего стремления снизить пошлины. Но это мировые цены на продовольствие и так далее. Рост или падение курса доллара или евро, ну любой валюты, в которой это закупается. А еще не стоит забывать о том, что русский бизнес в принципе повышает цены при первой же возможности и очень не любит отыгрывать их назад. Так что вряд ли чеки на ту же свинину в магазинах вернутся к уровню годовой давности. Если только в России не случится быстрого восстановления производства, что вкупе с охлынувшим импортом приведет к серьезному затовариванию рынка.